друзья всем всем привет что сейчас иду к мариане по дороге с вами немножко пообщаемся так что едем иди-медиа уже курточку не одевать когда сегодня вышла утром на балкон холодно а то у нас курточки сад а а а ваще красота и так и и доброе утро она хоть и солнышко прохладненько открываем ворота и продолжаем наш путь ой сирень зацветает из моего города писали что уже в моем городе сирень расцвела ух ты смотрите сочетание сиренью на фоне вишневого цвета да как красиво ну шо привет новый день дай бог хороших новостей белая сирень уже начинает зацветать так ладно идем думать что она так медом пахнет а тут какой-то вот такой желтый кустарник цветет не знаю что за и там столько пчел ну реально медом пахнет думала может быть все таки пиджак одеть но одев курточку я не пожалела как-то так тут не видно этой птички а как успокаивает да и такое бывает от чего-то получаем позитив и даже не знаем от кого пытаемся рассмотреть не можем его разглядеть даже не можем его увидеть помните я вам говорила что мой мастер который коррекцию стрелочек не должен делать татуаж стрелочек она в израиле и должна была вернуться вот-вот она туда поехала буквально перед войной 19 февраля и все это время она там была ну так получилось хотя она пыталась думала вернуться гораздо раньше она поехала с сыном и вот это же я пишу типа найдешь но ориентировочно тогда чтобы я по датам тоже понимала я же не могу так собраться по щелчку и быть в своем городе она говорит мы пытались уже вылететь у моего сына биометрический паспорт а у меня обычный бумажный и говорит с обычным бумажным меня не выпустили я и плакала и то и то нет мне сейчас нужно как-то этот вопрос решить для того чтобы потом ну как бы чтобы потом меня выпустили поэтому не знаю как когда ну хочется уже начатое дело закончится этими стрелочками потому что реально выручают я не жалею что я их сделала вот что я не взяла сегодня это очки от солнца потому что солнышко настолько ярко я иду щурюсь и обратила на это внимание в тенечке как-то уже получше будет а то солнце нереальное такое яркое я решила в тенечке перейти я же курточки не замерзла прямо жалею что очки от солнца не взяла ну я имею ввиду глаза начинают печь знаете поймала себя на мысли о том что по сути дела моя дочка меня спасла тем что она меня таки выдернула в киев тем что такие я стала ходить к марьяне я стала отвлекаться потому что сидя дома понятно что тогда было я и цветочки красота обычно мы как обычно вот у меня как было я мама я помогаю ребенку я там и так далее и тому подобное а тут меня катюха даже не подозревает насколько она меня спасла спасла от этого нагнетания но боль конечно не уходит все кто живут в украине сейчас эту боль испытывают но она могла усугубиться и пройти куда-то куда-то гораздо глубже а я нет и те кто сейчас вот марьяне приходят помогают тоже о том же самом и говорят вот даже если бы вот не марьяна то есть знаете вот вот это вот цепочка идет мы друг друга спасли помогая другим то есть вообще жизнь такая классная штука жизнь такая интересная и даже не подозреваешь когда и от какого человека ты получишь помощь ты получишь помощь человека которого ты никогда не знал ну я допустим марьяну знала чисто по фото я знала что как началась война катюха марьяна катю не бросила катя ночевала у марьяны дома поэтому ну первое первое время да век живи век учись и ты сам не знаешь когда и кто к тебе придет на помощь и может прийти вообще неожиданный человек в общем философия философия ты на секундочку немножко опаздываешь нет ну если серьезно я бы допустим в городе бы если бы я осталась я бы сидела дома считала сирены рассказывала о том что там страшно боюсь или там еще какие-то моменты да а тут в общем не знаю вот такая вот мысль пришла и тут поступок моей катюхи который ну она меня очень долго она меня больше недели каждый день вот это как дятел мама давай киев мама надо марьяне помочь мама давай киев боже мой это поездом ехать боже мой это ж наверное как-то страшно ой 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 ну боялась я говорю серьезно да боялась и не жалею только сейчас об этом поняла марьяна уже шторки повесила люстры цветочки красивые насадила когда она все успевает я конечно не знаю столы вынесли летняя терраса уже готова у нас сегодня будет рис крылышки куриные с таким с такой подливкой там фасоль еще 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 что-то там марьяшка приготовила и очень вкусный компот сконсервированных груш и изюмом сейчас марьяна поехала за хлебом рис уже варится крылышки уже в духовке девчонки принесли еще такую гуманитарку соки вот такие вот молочко салфетки влажные ну шампуни зубные щетки вот это все это что ну в общем что-то вот такое вот и кто с детками приходит там допустим сок еще можем дать кстати мивина если кто-то сам уже хочет вечером себе что-то но это все что у девчонок было попритаскивали как бы с миру по нитке и вместе мы сила а я помню как нам бабушка в знак благодарности принесла это уже так давно было и вроде бы недавно такие орегами она сама делает стоят у марьяны марьяша ресторан уже открыла но это все равно стоит приятно красиво нам сейчас уже вообще по-другому выглядит ресторан ну потому что открыли сейчас утро еще пока никого нет тут вот раньше столы стояли сюда носили выварки а сейчас с черного входа все с черного входа ммм мои любимые нарциссы а я все цветы люблю да да марьяна что тут салатики все что видишь посоль морковь лук зелень и так вкусно аппетитно и компот а компот а компот сегодня груши и изюм да а нет 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 иду домой так потеплело теперь в курточке жарковато ну дело к лету то идет да сейчас погодка смотрите кто-то в курточках идет он ребята впереди в шортах пошли как сейчас одеваться ну ладно это уже не суть важно так вот мои дорогенькие мои хорошие странная штука жизнь и ты никогда не знаешь кто тебе реально может помочь или же допустим ты реально не знаешь ты вроде бы вроде бы ты помогаешь другим вот сейчас у меня вот такие вот смешанные мысли чувства я вот о чем думаю этому я говорю я не подбираю слов не готовлю речь и вот вроде бы как ты помогаешь другим на самом деле ты помогаешь себе потому что я настолько отвлекаюсь я настолько девчата я не знаю чтобы было я чтобы я такие он и приехал вот так и у меня вот в последнее время как то вот идет это все мысли и у меня получается такой суржик то на русском сказать то на украинском и это неосознанно поэтому если там где-то что-то какой-то суржик вы слышите ну вот какие формируются мысли так я и говорю поэтому ну что сейчас я буду делать вчера я печеночку жарила с луком есть что поесть супчик такой рисовый с томатом варила я у Катюхи рису такой вот кстати на место не поставила Катя придет скажет на-на-на-на-на-на а может и не скажет это я так ну такой вот Катюхи рис ну вкусный получился единственное что мы утром проснулись быстро похомячили не помыли посуду и так и убежали сейчас помню посудку и буду отдыхать поэтому мои хорошие я вам желаю чтобы в вашей жизни были такие люди которые вас за уши вытаскивают из чего-то плохого и это как обычно неожиданные люди это я уже точно понимаю поэтому всем блах вам все будет хорошо язык заплетается от усталости потому что иду себе такая знаете деловая такая не спеша спешить некуда такая тра-та-та тра-та-та а мне Катюха звонит и говорит мам ты не забыла что мы воду на сегодня заказали я говорю должны они через десять минут будут я так как лошадь тыг-дык тыг-дык и как раз ходим в подъезд и они заходят я говорю в такую-то квартиру да хух я успела поэтому все будет хорошо и вместе мы с вами села всем пока пока мои хорошие